Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры, в третьей очереди, жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48300 и 48333. Эфир канал РЕН-ТВ продолжает новости Анапа-регион. В студии Ирина Меркуриева. Здравствуйте. Смотрите сегодня выпуски. Меры профилактики и защиты населения обсудили в администрации города-курорта. В Анапе началась серия игр по пляжному волейболу в спорткомплексе «Волейград». Об этих и других событиях расскажем подробно прямо сейчас. На Совете безопасности в администрации города-курорта обсудили меры профилактики терактов и противодействия преступным группировкам. Наш корреспондент Светлана Авилова продолжит тему. На территории нашего города-курорта недопущено проявление террористической направленности. Все праздничные дни прошли спокойно, без происшествий. Я благодарен всем, кто участвует в этой работе. Отметил на заседании Антитеррористической комиссии Совета безопасности глава курорта Сергей Сергеев. О предпринимаемых мерах по обеспечению безопасности отчитался замглавы Сергей Козлов. С 30 декабря было организовано круглосуточное дежурство по городу, состоящее из 17 групп. В них принимали участие сотрудники полиции, казачество, общественность. Усилена охрана и пропускной режим в аэропорту, ЖД и автовокзалах. Проведен подробный инструктаж с водителями автобусов и маршрутных такси на предмет угрозы теракта. Механики тщательным образом проверяли пассажирские салоны, багажные отделения и моторные отсеки. На охрану общественного порядка было очно выходов на дежурство 3291. Из них сотрудников отдела МВД по городу Курорта-Анапа 1443, транспортной полиции 225, ФМС 30, казачество 735, муниципальных служащих 382, общественных объединений 566. За 14 дней в дежурную часть полиции доставлено 437 человек, раскрыто 16 преступлений и составлено 1352 административных протоколов, из которых 6 касались нелегальных мигрантов. Все они были выдворены за пределы России. В продолжении темы глава Курорта Сергей Сергеев отметил, контролируемого въезда в город нет, а создать его нужно. Поручить руководителю роты ДПС провести вот эти мероприятия. И плюс сюда включить нашу помощь со стороны казачьей дружины. Вторым вопросом повестки дня стало обеспечение безопасности анапчан на воде во время праздника Крещения Господня. Купаться в море, в сочельник в городе-курорте стало уже доброй традицией. Для этих целей создано три места. Это пляж Малая Бухта, пляжи 40-летия Победы и станицы Благовещенской. В прошлые годы проблемы в плане организации безопасности были, говорит начальник управления по связам с общественностью Валерий Королев. В прошлые годы были проблемы с обеспечением прибытия скорой помощи, нахождение ее в месте купания. В том числе освещение было плохое и не было решено вопрос обеспечения жителей чаем и выпечкой. В этом году недочеты будут исправлены. На всех объектах у спасателей будет автономное освещение дополнительное и необходимое снаряжение. Общая численность привлекаемого личного состава составляет 20 человек. В заключении совещания МРАНАПа Сергей Сергеев еще раз подчеркнул. Главная задача остается прежней. Это недопущение террористических проявлений на территории города-курорта. Все должны работать в унисон, как единое целое. Спокойствие и порядок в Анапе должны быть обеспечены. Светлана Авилова, Артем Зиборов, Анапа-регион. Тысяча человек в сводном хоре России. На торжественной церемонии закрытия зимних Олимпийских игр в Сочи выступит детский сводный хор со всех регионов Российской Федерации. Репетиции проходят в Санкт-Петербурге и в Сочи. В составе хора выступает анапчанка Изабелла Андреасян. Лариса Басова познакомилась с участницей детского сводного хора. Изабелла Андреасян занималась по классу фортепиано в детской школе искусств номер один с 7-летнего возраста. Затем преподаватель хора и сольного пения Татьяна Григорьевна Глебова заметила в девочке способности к пению. Не все сначала получалось у Изабеллы в хоре «Серебристые звоночки», но девочка оказалась трудолюбивой и упорной. Она подошла ко мне и попросила меня о том, чтобы занималась я с ней еще и сольно. Через пару лет уже были заметны результаты. То есть она уже пела таким хорошим звуком вокальным, на опоре дыхание уже у нее поставлен был голос. На данный момент Изабелла является звездочкой нашего коллектива. Она солистка, очень активная девочка, очень общительная. Ее уважают в коллективе дети. Но настолько она обаятельная и к себе притягивает своей энергетикой, своей музыкальностью. Изабелла добилась побед на фестивалях-конкурсах «Синекая», «Анапа», «Парус детства моего» и «Наши надежды». А главная победа, конечно же, на отборе участников для сводного детского общероссийского хора, который выступит на закрытии Олимпиады в Сочи. На конкурсном прослушивании особенно уделялось внимание пению акапелла. Это было одно из первых произведений, которые звучали на отборочном туре. И второе произведение, конечно, классического репертуара было. Исполнило роман с римского-корсакова «Звончий жаворонкопенье». Впечатления от поездки на репетиции в Санкт-Петербург переполняют всех. Ну и на генеральной репетиции перед выступлением присутствовал Владимир Владимирович Путин. Он был восхищен выступлением такого количества детей. И так все было отлажено, все отточено, что он просто был в восторге. Говорит, когда вы успели это все сделать, на таком уровне вообще звучало все, что восхищению не было предела. Потом 7 числа у нас была сводная репетиция с Валерием Георгиевым. Уже вся тысяча собралась. И у нас была 7-часовая репетиция. А после этого уже 8 числа мы дали большой концерт двухчасовой. Зрители как бы не ожидали, тоже мы сами не ожидали. Там слезы и все, и радостные были, очень довольны. Изабелла первый ребенок в многодетной семье Адриасян. Бабушки, дедушки, родители и сестрички Изабеллы с замиранием сердца примкнули к телевизорам, слушая новости по центральным каналам о выступлении детского сводного хора в Мариинском театре. Аж слезы потекли из глаз. Вот честно, такая гордость. Вот когда именно в таком зале, вот мирового масштаба, увидеть свою дочь, это просто... У меня тоже вот сейчас эмоции, волнения. Сегодня Изабелли по силам исполнить акапельно Рио Барбарина из оперы «Свадьба Фигара», русскую народную песню «По небу по синему» и такое сложное произведение, как хор хороший Пахмутовой. Олимпийская вершина покорилась Изабелле Адриасян благодаря пению. И похоже, что она уже не мыслит себя вне нот, сцены, хора и музыки. Хочу поступать именно на вокальное отделение, может даже на хоровое. Мне сейчас так понравилось на самом деле. Ну как бы я никогда не видела тысячи человек, чтобы вот такая массовка была. И вот так это все звучало. Лариса Басова, Артем Зиборов, Анапрегион. Светлана Авилова побывала на открытии новой выставки в детской художественной школе. Подробности прямо сейчас. Его рисунки – это беглые наброски, сделанные при наблюдении за людьми. Которые ужинают в кафе, ресторанах, общаются в дружных компаниях. Не подозревая о том, что стали моделями. Автор работ Юрий Эйкерт – архитектор-художник, выпускник института имени Ильи Репина. Работал в проектном отделе архитектуры и градостроительства Анапы. Преподавал в Анапском филиале на кафедре дизайна и изобразительного искусства МГГУ имени Шолохова. Рисовать в ресторане начал случайно. Арт-директор попросил принять участие в одной из богемных вечеринок. Со временем, говорит Юрий, его увлечение, портрет в движении, стало любимым делом. Когда рисуешь человека в движении, в активной мимике, он показывает массу вариантов. И какой-то из них выбираешь, нащупываешь. И получается какой-то результат, который довольно часто нравится даже самой модели. Людей, вызвавших его интерес, он рисует на расстоянии 50 метров, что значительно усложняет процесс, зато не мешает гостю заведения пировать. За полтора года таких портретов накопилось больше тысячи. В лице человека бесконечная гамма красок. Все они продиктованы эмоциями, настроением, отмечает художник. Бывает у трудностей, бывает, чувствуешь, что что-то не идет, что-то не получается, не получается то, чего хотелось бы. Вот бывает, знаете, лицо человека, ну скажем, ну не очень красивого, а иногда откровенно, ну не симпатичного человека. Вот, но чем-то вот оно цепляет, да, интригует. Ну вот, но ищешь, что в рисунке-то вот все равно что-то красивое. За один час Юрий Эйкерт может нарисовать три, четыре, а иногда даже и пять портретов. Раньше пробовал, как и все, рисовать пейзажи, натюрморты, но это вызывало скуку. Охота за образами оставалась сильнее. Портрет в движении он называет баловством, но это баловство его сильно увлекает. На вопрос о дальнейших планах художник отвечает просто. Я пока этим не насытился и очень хотел бы продолжить. Светлана Авилова, Артем Зиборов. Анна Парегел. Новости спорта продолжат выпуск. Международный сезон 2014 в пляжном волейболе открыт. Традиционные матчи проходят в закрытом помещении «Русская зима» на базе «Воллеград» в Витязеве. Соревнованиям присвоили статус «Сателлита». Турнир проходит до 19 января. Турнир такого уровня уже проводился здесь, в Анапе, в 2011 году. Затем последовала пауза. Теперь мы снова получаем этот турнир. Надеемся, что он станет традиционным, что мы будем проводить его именно под эгидой ЕКВ и в последующие годы тоже. Пока что разыгрываются путевки в основную сетку. 16 января играют 12 мужских пар и все из зарубежья. Мужские команды прибыли из 11 стран Норвегии, Турции, Австрии, Германии и других. Российская пара Сергей Прокопьев и Илья Лишуков показали в мини-турнире лучший рейтинг. Так что они попали в основную сетку без борьбы. Впрочем, так же, как и немецкая пара Бергман-Штиль. В турнире участвует всего 7 российских мужских команд. Женских больше 9. Для женских команд осталось 7 свободных позиций, розыгрыш которых еще впереди. Организаторы турнира Европейская конфедерация по волейболу, как всегда, ставят большой плюс Анапе за прием и подготовку необходимых атрибутов и площадок к соревнованиям, итоги которых так важны для тренеров и для самих спортсменов. Этот турнир очень важен, особенно для спортивной сборной России, потому что этот турнир является как бы частью подготовки к стартующему вскоре международному сезону. Команды сборной России находятся здесь, мужская сборная, с 10 января и останется до 26. Сборная команды России тренируется с 12 числа. Таким образом, турнир является, кроме прочего, как бы органической частью подготовки сборной России к стартующему сезону. Финальные игры и награждения состоятся в Олеграде 19 января. Лариса Басова, Максим Лагуша, Анапа. Регион. Это все новости. В завершении выпуска прогноз погоды на завтра. Прогноз погоды выходит при поддержке нашего партнера, мебельного центра Ксюша. Весь январь в салонах мебели ДМАй получите в подарок 25% гостиной из коллекции Токио и Милана. ДМАй. Живи красиво. Пятницу, 17 января в Анапе облачно с прояснениями. Утром возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 3, плюс 5. Ночью до 3 градусов тепла. Ветер северо-западный – 3 метра в секунду. Атмосферное давление – 765 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды в Анапской бухте плюс 5 градусов. Далее блок полезной информации от партнера программы производственного предприятия «Меркурий-2». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48300 и 48333. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова